В полку самоубийц прибыло. В столице состоялась премьера жизнеутверждающей комедии Егора Баранова «Самоубийцы». Алексей, Толик и Марина решают свести счёты с жизнью. Собрав вокруг себя единомышленников, друзья напоследок исполняют по последнему желание друг друга. При этом основной посыл фильма, снятого за 2 миллиона долларов, – «Думай о жизни». Стреляйте, я говорю, они же убьют тебя! Надо найти в этом юмор, и тогда, может быть, жизнь покажется не такой чёрной. Я уверен, что каждый зритель, который посмотрит этот фильм, вынесет какую-то серьёзную идею для себя. Человек может не проигрывать свою жизнь, а выигрывать её. Это главное, то, к чему пришли все герои этого фильма, и то, чего мне хочется пожелать каждому человеку, не обзирая на то, посмотрит он это кино или нет. Исполнитель главной роли, актёр Алексей Воробьёв, на премьере выглядел более чем счастливым. Виной тому – «Девушка в красном». После долгих недель разлуки актёр воссоединился со своей пассией – певицей Викторией Тайнека. Парочка не упустила случай выйти в свет вдвоём, а Воробьёв охотно делился самыми запоминающимися эпизодами из фильма. Обратите внимание на тот момент, когда мы с Женей Стычкиным прыгнули с моста в прорубь. После того, как мы вынырнем, а мы вынырнем, посмотрите в этот момент на лицо Жени. Он там раскололся. И на большом экране это особенно видно, потому что он поворачивается на меня вот с таким лицом. Но привлекает фильм не столько лицом, сколько другим местом. Откровенные плакаты с тыльными частями актёров будут взвлекать зрителей на самоубийц. Уверенный юморист Сергей Белоголовцев и музыкант Денис Клябер. Идём по улице, по Арбату, и вдруг видим шведский стол практически. Спасибо, было название фильма «Самоубийцы». Хотя они, конечно, на самоубийц не похожи. Они больше похожи на наркоманов, которые хотят поймать кайф от газа. По-моему, это здорово, просто потому что это привлекает внимание. Всё красиво достаточно. Особенно то, что касается женских круглёв.